Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Любывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Рада приветствовать вас в этот весенний день И сегодня у нас в гостях наши постоянные Хотела сказать слушатели Но в данном случае гости Прекрасные музыканты И, можно сказать, мои компаньоны по сцене Это Юрий Савкин, скрипач Здравствуйте, Юрий Здравствуйте И прекрасная элончелистка Ирина Валикжанина Добрый день Гости мои не случайно Потому что мы подготовили для вас прекрасную программу 14 марта Петр Ильич Яковский Времена года И когда сегодня я шла на радио И вот эта весенняя погода Дождь Иногда С немножко снегом И вот подумалось Вот прям настроение Чайковского Вот он Жаворонок Или даже апрель Потому что, в принципе, настолько сместились времена года И подснежники Подснежники Мы уже видели В феврале А у Чайковского Подснежник в апреле Четвертый месяц И вот на самом деле Конечно, Петр Ильич Яковский Мне кажется, один из самых Любимых композиторов Исполняемых И вот А вот насколько он любим для слушателей Как вы считаете? Вот, Ирин Для слушателей? Ну, по-моему, есть некоторая статистика Что то ли каждые несколько минут в мире звучит музыка Чайковского То есть она любима, по-моему, во всем мире Настолько музыка понятна и доступна в том числе Широкому кругу слушателей Не только искушенным меломанам Поэтому мне кажется, что это очень часто исполняемый композитор Не только в России Я недавно думала, есть ли другой композитор Который создал в каждом жанре произведений И при этом не одно И который с таким успехом везде исполняется Три оперы Онегин, Евгений Онегин, Пиковая дама и Аланта Симфонии Ну, шесть симфоний исполнены Но три постоянно исполняются Пятая, шестая, первая Три балета, которые постоянно идут Кстати, вот в нашей афише я буду рассказывать Спящая красавица Щелкунчик отыграл балет У нас, кстати, Юрий Причем балеты, они всегда на высоте категории хитов Постоянно публика Постоянно публика посещает И эти спектакли И фактически постоянно распроданы билеты на эти спектакли Особенно, что касается Щелкунчика Лебединое озеро Еще спящая красавица, не знаю, но вот Лебединое озеро Ну, конечно Старая постановка Всегда распроданы Ну, Юрий Савкин у нас концертмейстер Симфонического оркестра Латвийской национальной оперы И поэтому в курсе всего репертуара оперного И, кстати, спящую красавицу Петра Ильича Чайковского Можно посмотреть на этой неделе В Латвийском оперном театре Спящая красавица будет 14 марта И в этом году у Петра Ильича Чайковского 180 лет со дня рождения Конечно, когда мы запланировали цикл времена года Для нашего трио Мы не планировали к юбилею Петра Ильича Чайковского Но, тем не менее, рады приурочить, как говорится И вот, кстати, я все пыталась вспомнить Чья была идея сыграть времена года Чайковского? Твоя Все-таки моя? Да, да, да Вот у меня почему-то было ощущение, что это и РВИ придумали Сыграть Чайковского времена года Я знаю, что у нас всегда Ирина Юрий у нас такой глобальный мыслитель Всегда выстраивает форму в произведениях И у нас получается вот такая концепция Ирина у нас всегда поможет найти идеальные ноты для исполнения Как сейчас, например, ведь времена года Петра Ильича Чайковского написана для фортепиано Да, это фортепиано А Ирина нашла прекрасную аранжировку для трио Да, причем это настоящая не просто аранжировка, а переложение Настоящее для фортепиано Трио Транскрипция Да, Гедики Такого русского композитора Идея в том, что Александр Федорович Гедики Это основоположник московской органной школы При том, что Петр Ильич Чайковский учился в Санкт-Петербурге На органе Все, я не знаю, сколько тогда учились Наверное, не пять лет все-таки Может быть меньше, может быть больше И он замещал своего педагога в Петре Кирхе В Санкт-Петербурге Играл на службах Но не написал ни одного сочинения для органа Он использовал его только как тембр Как краску в симфонии Манфред Когда изображал бурю Но, к сожалению, для меня, как для органистки Не создано ни одного сочинения И Александр Федорович Гедики Который был прекрасным органистом И он, кстати, прославился в свое время Игрой в Большом зале консерватории Где установлен потрясающий инструмент Аристида Кавая Коля Это симфонический орган И написал огромное количество транскрипций для органов В частности, у него есть произведение Чайковского Но почему-то Гедики все равно написал фортепианное трио И, кстати, Ирина, наверное, помнит, как у нас в консерватории Есть такой класс номер 44 Уже, к сожалению, у нас его отобрали у органистов Потому что Александр Федорович Гедики преподавал на двух кафедрах Струнный квартет и фортепианное трио То есть камерный ансамбль И он, кстати, является также одним из основоположников Вот именно отделения камерного ансамбля И также он основоположник органного класса И в этом классе, естественно, он преподавал и орган Где установлен орган Шуки И также он преподавал струнный ансамбль Камерный ансамбль И вот потом уже, когда в 21 веке Струнники и, в общем, камерный ансамбль Стали спорить с органистами, чей это класс И всячески, да То есть пытались органистов выгнать Но там стоит орган А органисты пытались выгнать струнников И так вот Александр Федорович Гедики объединял всех Но, тем не менее, да, нас такие органистов выгнали Переселили в другой корпус 44-й класс теперь стал только для струнного ансамбля И фортепианного трио Так вот, Александр Федорович Гедики сделал гениальную транскрипцию Для скрипки, виолончели и фортепиано Значительно усложнив фактуру Потому что ведь этот сборник Петр Личаковский написал, мне кажется Имея в виду любителей фортепианной музыки Ну, именно так Как раз так и был заказ И издавался он в журнале Каждый месяц выходил вот этот журнал Где издавалась еще одна пьеса И в конце года уже издали весь полный цикл Именно этот журнал был как Ну, для Ну, может быть, для любителей Где издавались популярный романс И какие-то отрывки из опер Из симфонии То, что можно было сыграть Своими силами в домашних условиях Скажем так Да, там действительно Есть некоторые пьесы Которые можно было бы назвать салонными Но в то же время Петр Личаковский Очень вдумчиво и серьезно Подошел к написанию сборника Хотя это был заказ И он писал своему заказчику Бернарду Доволен ли тот пьесами Ведь он платит сумасшедшие деньги За создание И если нужно что-то переделать Он готов это сделать И на самом деле В те времена, конечно, было модно Любительское исполнение То есть барышни В дворянских домах Исполняли музыку То есть и музицировали Это сейчас мы смотрим Фильмы, сериалы А в те времена читали книги Играли на музыкальных инструментах И, собственно говоря На музыкальных вечерах Опять-таки развлечением было тем Что друг другу исполняли Какие-то произведения И, в принципе, вот это любительство Было на высоком уровне Было такое, что даже Списались произведения Опять же Чайковский Вот Фон Макбет Надежда, по-моему Фон Мек Фон Мек Надежда Фон Мек Это его меценат На протяжении всей жизни Вот она же специально Для Такого вот музицирования Она заказала У Петра Чайковского Воспоминания о Флоренции Нет Флоренции Воспоминания о дорогом месте Это три Произведения Для скрипки фортепиано Размышления Вот мелодия Вот это любительское Да Такое размышление Поди-ка сыграй Что пианисту Что скрипачок Да Уровень был И это было очень распространено Распространено в те времена Вот такого вот плана Вот как салонные музыки Вроде бы Но это действительно На большом профессиональном уровне Ну, хотелось бы Рассказать нашим еще слушателям Что подразумевалось Под салонной музыкой Это сейчас мы предполагаем Что пианист сел И там играет джазок Какие-то песенки Из современного репертуара Но дело в том Что в те времена Салон имел Гораздо более высокий уровень Музыкальной Профессиональной подготовки Только представьте Собирались квартетами И играли симфонии Бетховена Шуберта А еще больше Собирались дуэтами Например Играли на фортепиано В четыре руки Симфонию Бетховена Симфонии Моцарта Сейчас попробуйте Поставьте ноты Да, любителям То есть это в принципе Вот это салонное музицирование Оно превратилось просто В обычное профессиональное Исполнение Интерпретации Которыми уже Мы живем В 21 веке Да, дорогие друзья Хотела бы немножечко Отвлечься От Петра Ильича Чайковского И его цикла Времена года Который мы исполним 14 марта В старой церкви Святой Гертруды В 18.00 И вернуться К нашей афише 12 марта В оперном театре Будет На мой взгляд Очень необычный спектакль И для меня было Неожиданно Увидеть Этого композитора В афише Борис Асафьев Бахчисарайский фонтан Ни много ни мало Я знаю этого Композитора И в первую очередь Как музыковеда 20 века Как музыкального критика И когда я обучалась В Московской консерватории Мы очень много Читали его статей Критических И монографий И конечно Я его серьезно Как композитора Не воспринимала И более того Я считала Что его музыку Конечно Никто уже не играет А тем не менее В нашем оперном театре Можно посмотреть И послушать Этот балет Это как реконструкция Вот сейчас И даже не реконструкция А просто вот Решили его восстановить В репертаре Он у нас шел Этот спектакль Бахчисарайский фонтан Несколько лет назад И довольно так Довольно продолжительный Да Там есть прекрасное Соло-велончели Которое вынесли Потом в отдельную пьесу И часто Велончелисты ее играют Играют, да? Да Ну В каких-то таких Может быть учебных целях Но в целом Музыка очень интересная Ну вот так вот Юрия Ну а в принципе Какие там еще Есть какие-то прям Шедевры Вот послушать Вот в Бахчисарайском Я просто не знаю Этой музыки Конечно мы проходили Я как прошла мимо Да Ну Бахчисарайский В общем Это спектакль В общем-то Сама музыка Она Ну олицетворяет Какой-то вот Восточный иммун Там всякое разное Самое Увертюрое приведение Что-то вроде Квази Классического Такого Классической фанфарности Ну вот Оригинального стиля Там нет Ну вот Музыка написана Под стиль того-то Или этого Понятно Скажем Ну не случайно Он был музыковедом Ну в принципе Да Вся музыка В общем-то Построена На образности Именно на образности Не Самой ценности Музыки Как таковой А вот именно Преподнесение В качестве Образа Ну вот такой Интересный спектакль На мой взгляд 12 марта В оперном театре Бахчисарайский фонтан Композитор Музыковеда Бориса Асафьева В этот же день В культурном дворце ВФ Выступает Певица Ирина Богушевская Многие уже знают Эту певицу В Риге Ее постоянно Приглашает Илон Иехимович И Те кто хотят Провести Вечер Можно так сказать Более Ну Свободно Не так То есть все-таки Бахчисарайский фонтан Это Академическая музыка Да То вот Ирина Богушевская Предлагает Другой вечер В этот же день 12 марта Лекция Вадима Журавлева Лекция называется Конец эпохи Примадонны Опер на пути К шоу-бизнесу А устраивает все это В концертном зале Артиссимо Инна Давыдова Которая теперь Стала приглашать Не только Известных Ярких музыкантов Как на той неделе Например было выступление Варвары Мягковой Пианистки А вот на этой неделе Лекция Вадима Журавлева Я Вадима Журавлева знаю По Своей работе В экспертном совете Золотой маски И Вадим Журавлев Такой вопрос Бывает ли Бывает ли Такой день Когда нет Ни одного Концерта Классической музыки И там наши гости Которые были Из Москвы Гарри Прикян И Александр Кузовов Сказали Это исключено Но конечно К сожалению Это исключено В Москве Или в каких-то Больших культурных Городах Но вот в Риге Когда я готовлюсь К нашей культурной афише Я замечаю Что к сожалению Такие дни бывают У нас бывают У нас традиционно Четверг, пятница, суббота Это масштабно Несколько концертов На выбор А потом бывают дни Когда нет ни одного концерта И всем Остается только работать В основном Традиции считается Что самый худший день Вроде как понедельник Я не знаю Как на самом деле В музеях выходной В музеях выходной Но тем не менее Посмотрите Борис Эйфман Привозит из года в год Свои постановки И всегда Это понедельник И вторник Потому что Опять же Во времена Это было Вчера Позвчера Понедельник Вторник Понедельник Это у нас считается Выходным В опере Официально А вторник Ну поскольку Не будет же Один спектакль Показывать Уже два И И для остальных Просто сделали Индивидуальный План Так сказать Индивидуальные занятия Индивидуальные занятия Да И вот Как раз У Эйфмана Ну это того стоит Действительно Ну конечно Без комментариев Что называется Ну на самом деле Все зависит от события То есть Мне кажется Что если бы Борис Эйфман Привез свои постановки Сказал Сказал Что будут исполнять В 10 утра Наверное В 10 утра Точно так же Был Баншлаг Да То есть это конечно Это Эйфман Да 13 марта Это уже другой день Пятница В большой гильдии Латвийский национальный Симфонический оркестр Исполнит Пятую симфонию Малера Это конечно Произведение Для гурманов Для Истинных ценителей Академической музыки И Произведение Непростое Для восприятия И безусловно Сложное для исполнения Живописная стихия Да Как мне вот Действительно Это было такое впечатление Когда я первый раз Ее услышал Пятую симфонию Как раз Той же самой гильдии Большой В принципе Я тогда В те времена Не углублялся Может я и слышал его Но в принципе Я не акцентировал На нем внимание И вот когда я пришел Павел Меги Был тогда еще Дирижер главный Я сидел В зале И просто буквально Купался В этих звуках Вот этой симфонии Это я Ушел из этого концерта С ощущениями Такой какой-то Некой эпопии Свершенной Это потрясающее впечатление Это было действительно Фантастически Ее стоит конечно Сходить на такую симфонию Это пятая симфония Малера Ну вот в принципе Это вот Та симфония Которая стоит В одном из центров Внимания Как и третья симфония Тоже вот На ряду С его всеми Семьми Его количеством Семьми симфониями В этот же день Я всегда Я всегда Когда смотрю На нашу гостью Ирину Валежай Но когда она идет С виолончели Думаю Как же Непроста Участь Исполнителей И особенно Забавно Наблюдать За контрбасистами Когда идет Инструмент Низу у него Ножки Бывают контрбасистки Бывают еще В наше время Контрбасистки Как Ирина Подсказывает Ну вот Один из Сложнейших инструментов Для исполнения Также аккордеон И есть Очень известные Аккордеонистки Например в России Мария Власова Вот здесь вот Прекрасная Аккордеонистка Саманта Чепинская И есть еще Ксения Сидорова Ксения Сидорова Ксения Сидорова Ксения Сидорова Ксения Recent живёт в Великобритании, Рижанка, и, конечно же, это очень интересный инструмент, на котором можно исполнять всё. И оригинальные сочинения для аккордеона, в которых большое количество создано, и, конечно, это уйма переложений. Конечно, это иоганцы Бастиан Блах, и фортепиано, и переложения, и симфонические переложения. И, на самом деле, мне кажется, у этого инструмента большое будущее. Сейчас очень много пишется для этого инструмента, действительно, и пиццола, мне кажется, как-то способствовал. И он поспособствовал его возвеличению этого инструмента. Дорогие друзья, вернёмся к культурной афише после небольшой рекламной паузы. Продолжаем нашу передачу «Культурная среда». С вами я, Елена Привалова, и в гостях у нас прекрасные музыканты Юрий Савкин и Скрипач, и Ирина Валикжайна, виолончелистка. И как раз за эфиром мы немного общались. Опять-таки, о Чайковском, которым в этом году исполняется 180 лет со дня рождения. И вот у Петра Ильича Чайковского для каждого инструмента создан шедевр. Произведение, которое любимо и публикой. Первый скрипичный концерт. Врятцы на темы. Единственный. Единственный, да, ладно. Первый фортепианный концерт. Первый фортепианный концерт. И Петр Ильича Чайковский, так же, как и Аганн Себастьян Бах, сопровождает пианистов, можно сказать, с азов. Сначала играют все, каждые полгода Аганн Себастьян Бах, но так же и у Чайковского есть детский альбом. Сборник написанный специально для детей. И вот я как раз спрашивала у Юрия и Ирины, а создано ли что-то подобное для скрипки и виолончели? Ну, именно для детского творчества, скажем так. Для детского, для музыкальных школ, да. Нет, именно такого цикла нет, к сожалению, но мы используем фортепианные циклы, перекладываем, есть прекрасное переложение. Не целиком, но какие-то пьесы вполне удобно играть на виолончели и на скрипке. И вчера вот как раз у нас был зачет, и мы слушали прекрасную и неаполитанскую песенку, и марш из солдатиков деревянных и прочих, да. Ну, вообще, я заметил, что у пианистов более, как-то все более структурированнее, чем, конечно… С репертуаром, да? Да, да, с репертуаром, и который больше входит в структуру, скажем, учебного репертуара, тот же самый бах, которого играет с самого начала, у скрипачей все-таки, чтобы играть баха, нужно к нему подготовиться. Играет различную другую музыку, что какие-нибудь эпохи барокко. И тогда уже, скажем, чтобы играть сольного баха, нужно сыграть еще Телемана, сольные произведения, которые, скажем, полифонию. И тогда уже переходит на баха и то же самое Паганини, например, Чайковского. В Чайковске специально нету таких произведений для скрипки, но есть приложение, опять же, как и для Виланчелли, тот же самый детский альбом. И вот, скажем, из времен года самые знаменитые «Баркаролла» и «Осенние песни», вот эти две пьесы, я играл еще в детской школе, я помню. Одну я сочинял на ходу, поскольку нот не читал. А мама все время меня контролировала. Ну, не все время, но бывало такое, и я не могу прочитать ноты, но и пришлось сочинять. Ну, эта музыка очень детям нравится, потому что она на слух ложится хорошо. Она очень мелодична, да, ее можно пропеть. Естественность. Вот сама естественность. Кстати, вот эта естественность мелодики у Чайковской очень хорошая. Настолько, что она действительно прорезывает все струны души. И особенно вот когда тоже, опять же, я начал играть, в оперном театре, то есть в оркестре оперного театра, и вот когда звучало «Лебединое озеро», я вот действительно удивился, ну вот как можно действительно настолько просто, настолько естественно это все написать, который вот... Ну, потрясающий дар мелодий. И ничего не прибавить, не отбавить, и все в этом есть. Ну вот, кстати, цикл, скорее даже не цикл, а все-таки сборник. Или все-таки цикл времена года? Чайковская, я думаю. Цикл, да, все-таки январь, февраль и тогда декабря. Ну вот смотрите, почему я говорю сборник? То есть или цикл? Концерты времена года, да, то есть Вивальди. Да. Это действительно цикл, то есть очень сложно исполнить зиму, разделить части, да, то есть у него действительно, у Вивальди зима, то есть три части это три месяца, но они исполняются целиком. А у Петра Ильича Чайковского каждый месяц самодостаточен и исполняется как отдельная пьеса. Я думаю, тут вопрос разных жанров, ведь у Чайковского это жанр миниатюры, а в Вивальди это концерт. Опять же, в Вивальди, смотря где и с какой целью, скажем, исполняется только «Гроза», например, или вторая часть зимы, или первая часть зимы, например. Ну это так, как бы… Это тоже, опять же, хитовость в этом плане. На самом деле миниатюра, да, а в то же время целый сборник складывается в те же 45 минут, которые представляют собой цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Но, кстати, именно циклом поспособствовали различные редакции. И симфонический… дирижер симфонического оркестра Александр Иосифович Гаук сделал потрясающее переложение для симфонического оркестра этого цикла «Времена года». И там, конечно же, это нельзя сказать, что это сборник. Это действительно один месяц переходит в другой, и это звучит как симфоническая поэма. И именно этим мы воспользовались, когда сейчас делаем регистровку и готовим нашу партитуру, версии для скрипки, виолончели и органа. На самом деле, не каждое произведение можно с успехом переложить для такого состава. И удивительно, фортепианные пьесы, миниатюры, где прозрачная фактура, тем не менее, прекрасно звучит в симфонической версии. И, конечно же, Пётр Личаковский, с одной стороны, написал… Мне даже интересно, мог бы он сам подумать о том, что «Времена года» можно переложить для симфонического оркестра. Хороший вопрос. Да. Потому что, в принципе, он написал такое количество и симфонической музыки, которая исполняется, и даже сюиты сделал. Я не знаю, был такой принцип переложения на другие инструменты или на симфонические в те времена? Ну, было скорее наоборот. Транскрипции делали, но транскрипции делали действительно и наоборот, когда листы… Вот именно давно, да. Ну, как бы нет. Вот, например, из квартета «Струнного анданта» и «Контабили» он лично перенёс другую тональность и сделал переложение для вилончели с камерным оркестром. Вот так. Ну, это, может быть, по заказу какого-то вилончелиста, потому что это же тоже… Ну, на самом деле, это то, что сделал Александр Иосифович Гаук, переложив «Времена года» для симфонического оркестра, это, конечно, было уже не новым. Морис Равель переложил знаменитый фортепианный цикл мусоргского «Картинки с выставки» для симфонического оркестра, и это стало хитом. И действительно, это… Ну, это действительно мастерская работа его. И этот цикл прозвучал совершенно иначе, и, мне кажется, стало просто отдельным произведением, которое исполняется гораздо чаще даже, чем в своей фортепианной версии. Как раз в оперном театре есть балет, где используется «Телекомный цикл». Ну, не все, конечно, кое-что выпущено, но, в принципе, да. И, в принципе, как раз по этому пути пошла наша легендарная органистка Евгения Лисицына, которая «Картинки с выставки мусоргского» переложила для органов, но имея в виду именно симфоническую версию, потому что орган действительно не случайно называют королем инструментов, и он подобен симфоническому оркестру благодаря огромному количеству разнообразных тембров. И вот она переложила мусоргского для органа. В принципе, даже я удивлена, что она не сделала то же самое с Чайковским. Вот. Ну, кстати, Евгения Лисицына приедет в Ригу с единственным концертом 25 апреля, но там она будет исполнять свои хиты, это будет и Вивальди, и… А, нет, Вивальди не будет, будет Бах и Регер. Это хиты ее репертуара. Но, в принципе, Евгения Владимировна, да, она большое внимание, всегда уделяет транскрипциям, и есть еще гениальная версия ее приложения Барбара Адажева для струнного оркестра. И в органной версии, когда я это услышала, я лично рыдала и попросила ноты, чтобы играть именно по ее транскрипции. Это действительно очень интересно и очень талантливо сделано. Такие… Вернемся к нашей афише. 14 марта – день, когда много мероприятий. Для любителей балета в оперном театре будет международный фестиваль балета в 19.00. В Домском соборе будет звучать орган позитив и такой инструмент, как по-латышски амурин клавиерес. Это молоточковый инструмент. Да, да, да. То есть это очень интересный инструмент, но это просто как разновидность фортепиано. Мне кажется, что в России называют или тангентом клавир, или еще. То есть не так красиво, как и на латышский манер. И мне кажется, было бы тоже интересно послушать. 18.00 в Домском соборе. Это в рамках цикла «Рождественская зимняя камерная музыка 2020» и программа «От мютеля до прамса». Исполняет Вита Калнциема, вот на этом амурин клавиерес, который мне просто очень понравилось название. Да, да, да. Больше тянет на такое любовное. Да, да, да. Потому что, конечно же, в русской версии тангентом клавир звучит не так красиво. И орган «Позитив». Также будет выступать Илзе Грудуле, это барочная виолончель, Виктория Покалнец-сопрано. И в программе как раз мютель – это композитор, можно сказать, последний ученик Иоганна Себастьяна Баха. Жизнь которого была связана с Ригой. Он учился, был учеником старшего сына Карла Филиппа Эммануила Баха и, конечно же, можно сказать, впитал основы и музыки педагогики отца Иоганна Себастьяна Баха. И сначала он долгое время жил в Санкт-Петербурге, преподавал и орган, и служил там в церкви, а потом переехал в Ригу и был главным органистом церкви Святого Петра. К сожалению, сейчас орган сгорел вместе, когда был большой пожар. И написал очень много музыки, яркой, интересной. И как раз мне нравится, что в Латвии он очень часто звучит, потому что композитор достоин того, чтобы его исполняли. В программе также будет шуберт, на барочной виолончели прозвучит одна из частей арпеджионы. Мне кажется, будет интересно. Ну и, конечно же, Брамс и Бетховен, которому в этом году 250 лет. Ну и, кстати, конечно же, 250 лет – более круглая дата, и поэтому в Риге более ярко чувствует эту дату. То есть большое количество произведений будет исполнено к 250-летию великого уже австрийского композитора, венского классика Людвига Ивана Бетховена. 15-го… ну нет, давайте напомним, что мы 14-го марта будем еще выступать. Мы также в старой церкви Святой Гертруды 18.00. Мы исполняем цикл «Времена года» Петра Ильича Чайковского также в 18.00. 15-го марта в оперном театре «Антони и Силмачи». Правильно я сказал? Да. «Антони и Силмачи». Да. И это в 15.00 композитор Юрис Карлсонс. По-моему, это композитор, который просто любим оперным театром. У него и балет «Карлсон» летает. Да-да, он сам был в балете и в молодые годы танцевал или учился. Я точно не знаю, я боюсь овразить, но потом стал композитором. Ну вот так вот. И поэтому пишет прекрасные балеты. Да, фактически. Он знает, что как нужно писать. Это не чуждо. Да, он знает, как написать. Чтобы было удобно танцевать. Да-да-да, что-то вроде того, да. 18 марта, я говорю, это прям неделя балета. Да, интересно. То есть вот у нас ещё 18 марта будет «Спящая красавица» Петра Ильича Очковского. Мы за кулисами, как говорится, обсуждали, является ли это балет таким же шедевром, как «Лебединое озеро» или «Щелкунчик». То есть, конечно же, сходу не напоёшь ни одной мелодии, так, как это мы можем сделать и с «Лебединым озером», и с «Щелкунчиком». И, в принципе, сам Петур Ильичуковский, наверное, тоже это осознавал, потому что, в отличие от других балетов, он не сделал сюиты для симфонического оркета. Да. Но, тем не менее, там прекрасная постановка Мариуса Петипа. Там прекрасные костюмы. То есть, это такой гранд-балет. И если хочется просто пойти и насытиться таким прекрасным визуальным балетным искусством, то нужно идти на «Спящую красавицу». А музыка, мне кажется, Чайковского, просто плохого Чайковского не бывает. Его слушаешь и слушаешь, даже так же, как у Бетховена. Они неслучайно в один год отмечают праздники, да? То есть, это думаешь, ну, сколько можно? Тоника, доминанта! Тоника, доминанта! Тоника, 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 доминанта! Тоника, эти аккорды, заключительные аккорды, тем не менее, они, мне кажется, конечно, это, мы уже чисто музыкантская терминология, да? И, тем не менее, «Спящую красавицу» стоит послушать. Это 18-го. Да, это стоит, это всё-таки шедевр. Всё-таки это является шедевром. Вот, Пётр Личайковский. И вот, друзья, на этом концертная афиша закончилась, представляете? К сожалению, после того, как отбушевали рождественские каникулы, когда было на каждый день такое количество мероприятий, то сейчас, к сожалению, концерт на афише весьма скупа. И нельзя пропускать те радостные праздники, которые подготовили для вас академические музыканты. Давайте немножко ещё поговорим о Петре Ильиче Чайковском. И, в принципе, мы уже выяснили, что это самый исполняемый композитор. Вот даже помимо нашего концерта 14 марта в оперном театре можно послушать «Спящую красавицу». И, в принципе, он СУО очень часто исполняет. Да. Наверное, в Латвии немного реже можно услышать камерно-вокальную лирику, его романсы и, например, фортепианное трио тоже достаточно часто звучит. Но, кстати, Ирина, вы играли в фортепианное трио? Мы даже с Юрием играли. Да, это был фрагмент, поскольку не вписывались во время. Ну, нам удалось сделать такую купюру. Нет, ну оно гигантское, то есть это трио по масштабу, но оно как симпатичное. Да, это очень масштабное произведение. Очень часто его играют половину, скажем так. Да, в Москве я играла, так как у меня большой опыт в трио. 50 минут идет, по-моему. 50 минут. Да, да. И точно такой же, точно такой же трио у Рахманинова. Да. Огромное. Это все трио памяти каких-то великих артистов, художников и композиторов. То есть Чайковский написал памяти Рубинштейна, когда он умер, а Рахманин, соответственно, написал уже памяти Чайковскому. Вот это гигантское. Как ремизерие. Да. Эпитафные такие трио. Была уже традиция Танеев также, потом подключился. Ну, кстати, какие у вас личные отношения с Петроем Чайковским? Как много вы его играли? И как часто хочется его играть? Юр. Значит, получилось так, что в детской школе, конечно, я играл вот эти две пьесы. И еще не подлитанский танец. Это, как я сейчас помню. Ну, такие вот миниатюрки. Что касается для скрипки, он написал в скрипичной концерт, которым мне не довелось таки сыграть. Ну, я его разобрал, конечно, кое-что. Вот финал, я помню, я играл пару раз, но не публично. И пять пьес, пять пьес Чайковского, которые мне довелось несколько раз сыграть. Вот один, то есть две самостоятельные пьесы и три пьесы остальные, которые идут в цикл воспоминаний о дорогом месте. И, в принципе, Чайковский больше для скрипки как таковой не писал, как сольный инструмент, а как сольным инструментом. Писал квартеты, написал вот это трео. Из квартетов мне довелось тоже сыграть с рижским струнным квартетом, со скрипачем Улдесом Веструсом Спружим. Прекрасный скрипач. И тогда еще, я помню, в 90-е годы я с ними играл в этом составе. И действительно, это было здорово. А так, в принципе, Чайковский играю довольно редко. К сожалению, не получается его часто играть. Ну, получается раз в год, да? В том году мы с вами играли Чайковского программу. Как раз вот было и размышления, и какие-то переложения. И вот сейчас времена года. Ирина, а у вас как? Ну, сейчас, да, не часто, но во время учебы, помню, что Рококом я выучила еще в училище. Хотя так считалось не таким. Вы, кстати, играли с оркестром же вы. Нет, не получилось с оркестром. В Кирове у себя не играли? Нет, и дальше уже более глубоко, как бы в консерватории, когда я училась там, да, проходили как раз в момент, когда записывали передачу о Ростроповиче, был в работе. Ну, конечно же, опять скапричоза, но вот это мне удалось сыграть с оркестром. И вообще это был однажды такой хит в моем репертуаре. Не знаю, сколько раз я его за год играла, что даже устала немножко, потому что... Слишком часто приходилось повторять. Слишком часто, и не получалось найти вот это вот каждый раз что-то новое. А вот спустя какое-то время, вот сейчас я с удовольствием уже опять его повторяю. Ну, кстати, Ирина училась у педагога в Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, у Марии Чайковской. Да, вот мне даже интересно, не имеет ли она год в нашей? Нет, да. Но, тем не менее, да, фамилия знаковая. И в заключении нашей программы, какая у каждого любимая пьеса во временах года Чайковского оказалась? Вот, Юр, какая у вас пьеса ближе всего по душе? Вот трудно сказать. Трудно, да. Действительно, очень трудно сказать. Ну, хорошо, у нас там делятся и бравурные, и медляки, как говорят. Нет, ну, медленные гораздо больше подходят, поскольку всё-таки это больше подходит как инструменту, певучему инструменту, к скрипке. Быстрее же, опять же, ну, да, там своя другая уже структура, другая направленность. Конечно, вот, когда можно пропеть на инструменте, вот на скрипке, это, конечно, лучше. Ну, хорошо, вас попросили сыграть ровно одну пьесу из времен года Чайковского. Какую включите? Ну, я думаю, что «Осенняя песня», это же самое хитовое. А у меня вот новый фаворит. Это «Октябрь», да. А у вас? Новый фаворит, вот «Август жатва». Август жатва. Такой метущийся какой-то, да, неустойчивый. Не знаю, даже как-то перезавать, но оно откликается. Но есть ощущение, что действительно видишь, как крестьяне косят сено. Там именно тревога, успеем, не успеем до дождя, как вот это вот всё, да. В том плане, как, скажем, трио, да, вот я просто говорил в плане, как скрипки. Вот если, например, вот «Осенняя песня» – «Самая лучшая». Да, вот это, кстати, вот насчёт жатвы, она действительно довольно сильно импонирует. Своей вот такой вот… Тревожность. Не то, что тревожность, а вот какой-то симфонизм в этом присутствии. Симфонизм и какое-то ощущение именно такой концертной пьесы. Да, да, да. Вот этот ломанный ритм, который очень присущ. Хроматизмы. Такое количество знаков. Да, для меня, как для органистки, это вообще очень тяжело, потому что мы привыкли к Иогану Себастьяну Баху, где фактура понятная, начал и закончил. А здесь, конечно, очень сложно. Кстати, друзья, я забыла рассказать, что времена года, каждое пьесе, помимо месяца, Петр Личаковский дал название. Например, январь – у камелька, март – это жаворонок, апрель – подснежник, мая – это белые ночи, июнь – баркарола. И июль – песня косаря, август – жатва, сентябрь – охота, октябрь – осенняя песнь, тройка – это ноябрь, и вальс – это святки, вальс – это декабрь. И всё очень почёкнуто, образно почёкнуто. Именно тройка, именно жатва, именно охота. Именно жаворонок, да, действительно настолько красочный, и создаётся ощущение, что вот в этом лаконичном названии Петр Личаковский потом отобразил всё содержание пьесы. И в первом издании каждую пьесу предварял ещё очень красивая гравюра, также изображавшая, показывающая, иллюстрирующая содержание пьесы. Позже уже были подобраны стихи русских поэтов, где и Пушкин, и Вяземский, и Тючев, Фетт. Но вот о том, знал ли об этом Петр Личаковский, неизвестно. Но когда читаешь эти четверостиши или двустиши, то понимаешь, что это вот содержание пьесы. Кто-то очень талантливо подобрал такие названия, такие вот эти стихи. Ну, моя самая… Эпиграфы, правильно. Моя самая любимая пьеса, вот знаете, вы не поверите, стала «Масленица». Ура! То есть вот настолько она яркая, настолько она разухабистая. И вот мне кажется, что вот в таком сочетании, как вот у нас трио «Скрипка», «Виолончели», «Орган» у нас звучит настолько по-концертному, настолько ярко и гармонично, как будто вот так и было создано. Ну и, конечно же, вот ещё пьеса, которую я играла в музыкальном колледже – это «Жаворонок». И я играла на фортепиано, потом я играла на органе соло, очень гармонично звучит. И также вот сейчас это звучит потрясающе тонко, красиво, вот версии для скрипки «Виолончели» и «Органа». Дорогие друзья, приглашаю на наш концерт 14 марта в 18.00, где прозвучит эта вот необычная версия «Времена года» Петра Ильича Чайковского в исполнении наших гостей. Концертмейстер симфонического оркестра Латвийского оперного театра Юрий Савкин, выпускница Московской консерватории «Виолончелистка» Ирина Валикжанина. И я буду играть на органе. Ну а наша передача, к сожалению, подошла к концу. Встретимся в следующую среду. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok